В дураках в итоге остался сам мейкер или те, у кого были открыты CDP, или и те, и другие? И в итоге среди ликвидаторов, в которых предполагается, что должно быть несколько десятков, там их осталось всего три. Но, тем не менее, на 12 марта на компаунде на 6 миллионов долларов было ликвидации и на Divadix на 5. Просто ликвидность, да, и закончилась. То есть ты не мог купить, да, и в этот момент по рыночной цене. Тоже будут работать над улучшением аукционов и всех этих механизмов в будущем. Но в этот раз им пронесло. Всем привет! С вами подкаст «Базовый блок», подкаст про блокчейн. И это выпуск номер 116. У микрофона Александр Селезнев и Сергей Тихомиров. Привет! В последнее время оказалось очень насыщенным новостями, проходящим к нам из мира DeFi. В частности, с начала 14 февраля произошли нашумевшие, в кавычках, взломы с использованием технологии Flash Loan, которые мы уже осветили в выпуске номер 112 с Андреем Козловым из Ави. А 12 марта произошло событие, которое и вовсе окрестили четвергом. Из-за падения курса эфира в этот день участники системы Maker принесли огромные суммарные потери на несколько миллионов долларов. И это потери масштаба пока для DeFi до сели неслыханного. И сегодня мы пригласили в гости экспертов по DeFi, основателей стартапа Zerion, Алексея Башлыкова и Вадима Калиошкина. Привет, ребята! Привет! И я надеюсь, что вместе мы подробно разберемся в том, что произошло в черный четверг. Но прежде чем мы начнем, я хочу сделать пару объявлений. Для начала я хочу горячо поблагодарить наших патронов, которые нас поддерживают на patreon.com.bc.blogradio. Ваша помощь в создании подкаста просто неоценима. Спасибо вам огромное. Заходите по ссылке в шоу-ноутах и становитесь нашими патронами, дорогие зрители и слушатели. Также хочу сказать спасибо компании Zerion, которая у нас сегодня в гостях. И говорю нашим слушателям, что если вы хотите начать пользоваться децентрализованными финансами и не знаете, с чего начать, то начать я рекомендую именно с сайта Zerion. Сам я так и сделал где-то полгода назад и был очень приятно поражен тому, насколько все просто и классно. Пользуюсь до сих пор, не нарадуюсь. Всем советую от души. Также мы благодарим наших друзей, партнеров компании HODL-HODL. HODL-HODL – это самый быстрый, безопасный и дешевый способ купить и продать биткоины без верификации. У них недавно на сайте произошло обновление дизайна, так что пользоваться стало еще приятнее. И вы можете зарегистрироваться на hodlhodl.com по нашей реферальной ссылке, которая есть в описании. И у вас будет вечная скидка на торговую комиссию. Ура! Итак, начнем. И я думаю, для начала, для разогрева, давайте напомним нашим слушателям еще раз. Расскажите, как вообще работает Maker в двух словах? Для чего это вообще нужно? И что там происходит принципиально? Давайте расскажем. Да. Maker – это протрол децентрализованных финансов. Один из первых, который поставил перед собой задачу выпуск децентрализованного стейблкоина, привязанного к стоимости доллара и обеспеченного активами разными криптоактивами. В первой версии это был эфир, во второй версии это стал эфир, Basic Attention Token и недавно был добавлен USDC. Система работает примерно следующим образом. Любой пользователь может прийти, заложить свои криптоактивы на контракт и на определенный процент от стоимости заложенных активов взять кредит в стейблкоинах DAI под какой-то процент. В случае, если пользователь этот долг не возвращает, его залог продается на открытом рынке. Так система работает и тем самым обеспечивается курс этой криптовалюты DAI в каком-то коридоре относительно одного доллара. Можно уточняющий вопрос? Вот ты упомянул, что недавно добавили в Maker USDC в качестве обеспечения. Немножко странно звучит, потому что получается, что я могу положить доллары, чтобы взять в долг доллары. Зачем это может понадобиться? На самом деле, это как раз такая превентативная мера. После того, как вся проблема капитализации всей системы случилась, USDC специально после голосования был добавлен как раз для того, чтобы ты мог взять доллары под залог долларов, что дает некий арбитраж. Цель этой меры как раз привести стоимость DAI и назад к стоимости USDC, но назад к одного доллара. Я даже подозреваю, скорее всего, это в ближайшем будущем уберут после того, как все системы стабилизируются. То есть это такая, скорее, кризисная мера, нежели нечто, что имело бы смысл в какой-то другой ситуации. Так, то есть мы сейчас с Сережиным вопросом перескочили через несколько этапов понимания проблемы. Но сама проблема заключалась в том, что вся проблема с мейкером случилась из-за резкого падения стоимости эфира, и игроки на рынке боялись закладывать еще эфир, чтобы арбитражить как раз цену DAI, потому что боялись, что эфир может пойти еще ниже, и их залоги просто сгорят. И мейкер для этого ввел возможность брать кредит в DAI относительно стейблкоина другого, чтобы нивелировать этот риск. Понятно, хорошо. Давайте сейчас немножко вернемся назад, потому что вот сейчас мы еще повторили, что такое мейкер, как он работает. И мне кажется, что для понимания того, что произошло в этот день, нам нужно немножко тоже сделать такой шаг к истокам и вспомнить, что такое ликвидация. Вот вы можете рассказать про ликвидацию, как она работает в мейкере, и, ну, там, может быть, как она принципиально работает? Потому что я так понимаю, я вот изучал, что такое ликвидация, и я так понимаю, что в разных протоколах она работает по-разному, и что в мейкере сейчас механизм достаточно сильно отличается от того, что реализовано в других протоколах. Леш, хочешь сказать? Ну, они все, на самом деле... Не, могу я рассказать, да, на самом деле. То есть, на самом деле, я могу начать учить издалека и рассказать про первую версию мейкера. То есть, в первой версии мейкера, они, на самом деле, сделали очень простую систему ликвидации, которая заключалась в том, что просто позиции, которые находились, ну, близко к моменту ликвидации, то есть, когда стоимость коллетерала начинала приближаться к стоимости долга недостающего, то они просто предлагали любому купить с 13% скидки тот коллетерал, и таким образом из этих 13%, то есть, по сути, кто угодно мог купить долг, то есть, вернуть долг за человека, который по факту его одолжил, и получить его эфир с 13% скидкой. Причем, из этих 13% всего 3% шло ликвидатору, и 10% шло назад в систему мейкера для того, чтобы обеспечивать, ну, некоторую надежность. Но это, на самом деле, было очень негибко, потому что с такой системой возникали проблемы, когда цена резко начинала падать, то иногда возникала такая ситуация, что если цена эфира падает быстрее, чем люди способны ликвидировать эти позиции, с учетом того, что они получали всего 3% к бонусу к цены, возможно, за то время, что они производили это действие, цена падала сильнее, и тогда при определенной ситуации на рынке вообще не имело смысла ликвидировать позиции, потому что сам ликвидатор мог оказаться по итогу в минусе, потому что он получил скидку типа на 3%, ну, получил скидку в 3%, но цена за это время упала на 10%, и в итоге лучше вообще ничего не трогать. И поэтому во второй версии они поменяли эту систему и сделали ее… Извините, пожалуйста, можно мы немножко остановимся еще на первой версии для полного такого понимания? Мне хочется разобраться, вот эти 13%, 10% и 3% – это проценты от чего? То есть, если я взял CTP и, допустим, взял 100 DAE, положив 150 эфиров, потом эти эфиры стали дешеветь, и теперь это не 150 долларов, в смысле, не 150 эфир, а 150 долларов в эфире, эфир падает, и теперь это уже не 150 долларов в эфире, а, скажем, 120 долларов в эфире, приходит ликвидатор и говорит, я готов дать 100 DAE, и вы мне дадите… Вот где здесь эти проценты считаются, скидка? Нет, смотри, то есть, во-первых, есть цена, которая соплается оракулами мейкера, то есть у мейкера есть софтная система оракулов, и, соответственно, цена на этом оракуле считается ценой эфира в долларах, то есть система смотрит на этого оракула и понимает, что сейчас там рыночная цена эфира, согласно мнению этого оракула, там, например, 120 долларов, и потом в старом эйкере была просто конкретно барьер, когда позиция переходила из состояния безопасной в состояние ликвидации, что означало, что конкретно эта позиция при пересечении этого барьера, если честно, сейчас не помню точно, какой там был процент, ну, там, допустим, 120% переходит она в систему ликвидации, и тогда кто угодно может заплатить такое количество долга, чтобы эта позиция назад вернулась, ну, вот из этого состояния ликвидации в состояние безопасной. И, соответственно, как работает ликвидация, я возвращаю за тебя твой долг и получаю назад эфир, который, ну, какая-то часть коллетерла, но при этом я этот эфир получаю со скидкой относительно той цены, которая зафиксирована на оракуле. То есть тот эфир, который я когда-то положил, в процессе ликвидации делится между ликвидатором и мной, тем не менее, я правильно понимаю, что какая-то часть моего залога мне все-таки возвращается? Да, да, да. То есть ликвидируется только та часть, которая нужна для того, чтобы вернуть твою позицию назад в безопасное состояние, и все, что осталось от твоего коллетера после того, как эта ликвидация произошла, оно возвращается, ну, назад тебе. То есть в результате ликвидации ты, по сути, теряешь вот эти 13% скидки, которые получили ликвидаторы, но оставшаяся часть коллетерла, которая не была ликвидирована, она остается тебе. И еще последний, наверное, уточняющий вопрос по этой части. Вот эти отдельные позиции разных людей, они друг от друга изолированы, или есть некоторый общий мешок коллетерла, который общий для всего мейкера? То есть когда я хочу взять сколько-то, ну, назовем их DAI, и положить эфир, я их кладу в свою собственную коробочку, или я кладу в некоторый общий большой мешок, который потом распределяется как некоторый общий большой мешок? Ты кладешь в свой собственный мешок, то есть у тебя есть конкретная позиция, которая как раз называлась CD. DPP, поскольку мы говорим про старый мейкер, и это как раз твоя позиция. То есть у тебя в этом мешке есть количество эфира, которое ты положил, и у этой позиции есть какой-то outstanding debt, то есть сколько DAI ты забрал, ты должен быть в системе. То есть, по идее, при такой архитектуре должно бы, как мне кажется, быть так, что риск изолирован, скажем так, в каждой отдельной позиции. То есть то, что происходит на моей позиции, по идее, не должно влиять, что происходит в каких-то других позициях. Да, это верно, но проблема в том, что когда цена эфира падает, она падает для всех позиций одновременно. Естественно, многие позиции переходят эту черту безопасности. Да, и при этом, если позиции маленькие, то есть у тебя кредит на несколько долларов, или на несколько десятков долларов, то вот что случилось как раз в тот четверг, то такие позиции просто экономически невыгодно ликвидировать, потому что ты больше заплачиваешь за транзакцию по ликвидации, чем получишь прибыли с этих мешочков. Понятно. Ну, вроде с этим разобрались. Вот расскажите теперь, к какому механизму ликвидации пришел мейкер в Multicilateral DAI? Вадим, хочешь ты тогда поговорить сейчас про это? Можно. То есть после перехода на систему с несколькими возможными залогами, мейкер сделали новую систему, которая должна была стать гибче. Они перешли к двуступенчатому аукциону. На первом этапе аукциона принимаются ставки в DAI на фиксированное количество эфира, которое хотят продать, тем самым максимизируя стоимость. А после того, как на втором шаге по вот этой зафиксированной стоимости эфира в DAI на аукционе, аукцион идет вниз, и потом предлагается падать цена эфира, и тем самым находится какая-то равновесная точка, по которой залог уже продается. Сейчас, мне вот не очень это понятно. Это двухступенчатая конструкция. Опять-таки, если разбирать пример, что когда-то мой эфир стоил 150 долларов, а теперь он стоит 120, у нас задача ликвидации состоит в том, чтобы эти 120 долларов эфира продать. Где здесь эти степени свободы? То есть, вначале, на первом шаге аукциона мы определяем, сколько долларов стоит эфир, и, допустим, мы приходим к выводу, что он стоит 120 долларов. На втором шаге что мы определяем? Нам же нужно продать уже понятно, сколько эфира за понятно, сколько долларов. Да, на втором этапе мы определяем готов. На втором этапе, по сути, то же самое, что было раньше. Это когда ликвидаторы просто предлагают чуть больше эфира за то же количество дайв. То есть, на самом деле, я могу попробовать это с другой стороны объяснить. После того, как прошел первый этап, то та цена за один эфир, которая установилась в результате этого аукциона, она всегда ниже реальной рыночной. Просто потому, что это влечет определенный риск в сравнении просто с покупкой с рынка. Поэтому, если реальная цена на рынке, допустим, 120, скорее всего, после этого первого этапа там установилась цена в 100. или что-нибудь такое, потому что никто не готов брать больше риска в условиях текущего рынка. И потом, после того, как вот эта цена зафиксирована, по сути, начинается второй этап, где как раз идет борьба за то, поскольку, по факту, ну, в каком-то смысле, как раз в идеале из предположения, что система работает, и рынок, ну, какой-то более-менее взвешенный, то разные стороны ставят свои ставки, и в итоге эта цена снова должна приближаться к рыночной до тех пор, пока, ну, вот, за исключением этого гэпа, и вот этот гэп, который остается между фактической ценой аукциона, когда все перестают делать ставки, и рыночная цена, это тот профит, который в итоге ликвидатор забирает с себя. И, в идеале, это как раз дает больше гибкости, потому что, когда рынок очень стабильный, то этот гэп, ну, устремляется там условно к нулю, и когда там никто не беспокоится тем, что эфир будет сильно падать, то, скорее всего, там, может быть, вот эта комиссия, скидка, которая ликвидатор зарабатывает, она совсем там минимальна, там, один-два процента. Но при этом в условиях там безумного рынка, когда все падает, этот премиум может там быть 50 процентов, 100 процентов, или, как в случае вот этого четверга, он там дошел фактически что-то там за бесплатное. Это происходило. Слушайте, я хочу все-таки, например, разобрать. Вот, допустим, у меня есть позиция, и у меня лежит в качестве залога один эфир, вот одна штука. И, допустим, текущая рыночная цена 120 долларов. Начинается первый этап аукциона. Что мы определяем, и какой параметр мы выстраиваем, и как он может меняться? Как пример разобрать. Вадим? Это... Ты положил залог, и ты взял на 80 долларов кредита. Ну, сейчас. Допустим, у меня... Я когда-то положил один эфир, который стоил когда-то 150 долларов. Да. И я взял 100 дайв. Теперь эфир упал, и теперь мой один эфир стоит 120. Ну, и, допустим, его надо ликвидировать. Да. На первом этапе произойдет то, что начнут делать ставки, то есть твой один эфир выставится на залог на продажу, вот, и будут делать ставки, кто сколько дайв готов дать за твой эфир. На первом этапе аукциона, допустим, кто-то скажет 0, кто-то 1, 2, и так, тем самым, оно будет подниматься вверх, пока не дойдет до какого-то, ну, до какой-то, допустим, цены в 100. А в какой момент это останавливается? Когда больше никто не хочет предлагать больше? Когда ставки заканчиваются. Ну, допустим, кто-то предложил 100. Это не в последний момент момент последней ставки. То есть там каждый раз, когда кто-то делает ставку, начинается новый отсчет, и если за этот период после последней ставки никто не поставил, значит, заканчивается аукциона. Ну, допустим, кто-то поставил, кто сказал, что я готов купить этот 1 эфир за 100 дайв, и больше никто ничего не сказал. Начинается второй этап. Что мы на втором этапе выясняем? На втором этапе мы выясняем то, что мейкер говорит, мы готовы, вот у нас выставлено 100 дайв, кто-то должен вернуть в системе 100 дайв и получить за это какое-то количество эфира. И после этого делают ставки вниз, кто готов меньшее число эфира дать за вот эти 100 дайв. Тем самым, если реально цена сейчас 120, а тут продается за 100, из предположения, что найдется тот, кто готов по справедливой рыночной цене за 100 дайв отдать 0,8 эфира, вот что такой человек найдется. Ага, то есть приходят разные ликвидаторы уже на втором этапе и говорят, я готов принести 100 дайв и за это забрать 0,9 эфира. А потом приходят, я готов положить 100 дайв и готов забрать всего 0,85, типа системе больше достанется, а я готов 0,8 всего забрать и 0,2 останется в системе. Да, да. И эти вот, допустим, вот последний ликвидатор говорит, я готов забрать 0,8 и 0,2 останется, эти 0,2 остаются кому? Конечно, они отправляются пользователю. Леша, точнее, есть ли мейкеровский фи в текущей архитектуре системы? Я, кстати, если честно, тоже не помню ответ на этот вопрос, но если даже отфрагироваться от фи, то да, потенциально это отправляется назад пользователю, то есть как раз назад та часть, которая у него осталась после ликвидации. Да, то есть, по сути, сделали плавающую ставку, если раньше ставка по ликвидации и то, что мейкер забирал себе, это устанавливали владельцы мейкер токенов, это им нужно было просчитывать и правильно делать механизм, правильные проценты выставлять, чтобы эффективно система работала. То есть сейчас они это отдали на откуп рынку и что рынок сам определяет в данный момент, какая эффективная вот эта ставка, плат пеналти для каждого полта отдельности. Там есть какой-то минимальный шаг в этом аукционе, в этих аукционах? Там есть какие-то параметры определенные, но это очень такая техническая информация, которую, я думаю, можно нагуглить. Хорошо. Ну, то есть, я так понимаю, что там время квантами идет, какими-то конкретными отрезками. Там есть минимальная ставка, но это из расчета на то, чтобы, учитывая, что у да и эфира 18 знаков после запятой, то тут можно... Нет, нет, там по-моему, там есть какой-то минимальный шаг, то есть тебе нужно там как минимум на столько-то процентов поставить на 3% или что-то такое. Типа более выгодное. Так, ну у меня больше вопросов по ликвидации нет. Сереж, что есть? Мне кажется, мы в первом приближении разобрались, как это должно работать по идее и по занумке. Давайте теперь поговорим про то, что на самом деле пошло не так в тот заполученный четверг. Все пошло не так. Ну, давайте я какую-то затравочку дам, а вы меня поправьте, если я там что-то скажу не так. Насколько вот с моей точки зрения человека, который там не очень пристально следит за курсами, по крайней мере, до черных четвергов, произошло следующее. Там какие-то глобально в мире произошли, начались падения акций, падения каких-то ценных бумаг. И следом за этим, насколько я понял, пошли и ценные криптовалюты вниз, вообще всех в целом. В связи с тем, что люди, насколько я понимаю, там, ну, неважно в связи с чем, может быть, в связи с тем, что люди рассматривают криптовалюту как какое-то рискованное вложение. И в связи с этим курс эфира тоже в пачке со всей мировой экономикой пошел вниз. Там, на какую-то значительную сумму, типа там, на 50% в день он, кажется, потерял, да? Да, примерно так. То есть, на самом деле, эфир он пошел не скаррелированно с рынками вниз, а чуть-чуть запозданием. И, видимо, произошло из-за того, что когда на финансовых рынках многим игрокам потребовалась ликвидность, чтобы закрывать свои долговые позиции по акциям, им где потребовалось от ликвидность брать, и в этом случае логичнее всего продавать небольшую часть своего рискованного портфеля, чтобы основные инвестиции сохранить. Так как у многих хедж-фондов какая-то часть, ну, авоцирована в биткоин и другие криптовалюты, вот эти фонды как раз начали распродажу. А так как ликвидность на криптовалютных рынках не настолько большая, то этой распродажи было достаточно, чтобы опустить цену почти в два раза. Понятно. Ну, хорошо. И, значит, пошла цена эфира вниз. И я так понимаю, что еще важный фактор был не то, что цена пошла вниз, а то, что просто было очень много действий одновременно в сети эфира. То есть, что просто все хотели что-то сделать, и сеть встала в пробку. Да. То есть, началась активность, видимо, началась паника. Все начали выводить деньги на биржу, с бирж. Начались транзакции в стейблкоины. Начались транзакции между биржами арбитражные. И тем самым стоимость сеть просто забилась. И цена одной транзакции улетела сильно выше обычного. И некоторые транзакции могли часами проходить, либо его стоить очень много. И тем самым, так как все транзакции равноправные, вот эти транзакции ликвидаторов на аукционах во многих программных обеспечения, обеспечивающих работу всех этих аукционов, просто не была зашита такая ситуация, что нужно, во что бы ни стало, чтобы система работа нужна в любую цену ставить. Получилось так, что просто не проходили аукционы, и любой, кто отправлял транзакцию на этот аукцион, и она проходила, мог поставить ноль. Если посмотреть, какую стоимость цену на майнинг транзакции ставили те, кто вот эти аукционы по ноль закрывал, то они ставили там сто в тысячу раз больше стоимость транзакции, чем она обычно стоит, чтобы их транзакции гарантированно проходили. Но в итоге они ушли там с четырьмя миллионами долларов, то есть для них это была правильная затрата на транзакции. Но на самом деле основная проблема даже была не высокой стоимости газа транзакции, а в том, что закончилась ликвидность дайя на рынке. То есть это как раз повлекло в то, что как раз осталась такая возможность. То есть большинство ликвидаторов оставались активны, и они были бы рады ставить свои транзакции, но проблема в том, что закончились свободные дайя на рынке. И то есть тут на самом деле было две стороны эти проблемы. И, во-первых, как бы можно представить две модели ликвидаторов. Одна модель... Ну, если ты ликвидатор, тебе в любом случае нужна ликвидность дайя для того, чтобы возвращать этот дайя и забирать эфир. И можно представить два варианта ликвидаторов. либо ты закупаешь этот DAI заранее за эфир и потом используешь его для ликвидации, либо ты закупаешь его в моменте, когда ты видишь возможность ликвидации. И на самом деле проблема, которая возникла, что когда цена начала падать, те ликвидаторы, которые закупали DAI заранее, автоматически вышли из игры. Потому что если они закупили DAI из эфира по 170, им не имело бы смысла этот же DAI возвращать для ликвидации, чтобы получать эфир по 120 после того, как все упало. И они просто перестали ставить свой DAI. Те ликвидаторы, которые закупали DAI в моменте, на самом деле очень быстро исчерпали всю ликвидность. То есть там на том же Енисвабе, децентрализованном, цена. Собственно, из-за этого курс DAI начал очень сильно расти, потому что ликвидаторы, которые хотели ликвидировать позиции, им нужны были DAI. Люди, которые хотели спасти свои позиции, то есть закрыть их, чтобы вернуть свои долги, им тоже нужны были DAI. В итоге все ринули скупать DAI, а в итоге DAI на рынке начали заканчиваться. И в итоге это как раз привело к тому, что DAI стал $1.12 в худшем случае вместо стандартного ожидаемого доллара. А среди ликвидаторов, которые, может быть, и могли бы делать ставки, просто у них не было ликвидности DAI, чтобы участвовать в этих аукционах. Друзья, вот можно сейчас вопрос? На самом деле много вопросов появилось за последние пару минут. Во-первых, сейчас поправьте меня, если я неправильно понял. Значит, цена эфира пошла вниз, блоки забиты, выросла цена на газ. И, значит, обычный average user мейкера, который взял в долг, у которого, да, и на руках, и у которого коллатерал остался в залоге на мейкере, он с помощью какого-то дефолтного программного обеспечения не мог поставить такую цену за транзакцию, чтобы она прошла, чтобы он закрыл свой долг. Я правильно понял? И при этом ликвидаторы, я так понимаю, они руками могли спокойно поставить какую-то необходимую цену, какую-то в тысячу раз большую, чем обычно. А обычный юзер свою позицию закрыть с помощью стандартного программного обеспечения не мог. Я правильно понял? Это было частью проблемы, но я не думаю, что это была основной проблемой. То есть я думаю, что как раз с большей вероятностью люди, которые руками что-то пытались закрыть, они могли там в метамаске поставить очень высокую комиссию, но проблема в том, что просто ликвидность, да, и закончилась. То есть ты не мог купить, да, и в этот момент по рыночной цене, потому что, ну, его, он закончился на рынке, потому что либо ликвидаторы бросились покупать, да, и чтобы ликвидировать чужие позиции, либо сами люди бросились покупать, да, и чтобы спасать свои позиции. Слушайте, мне эти рассуждения напомнили разговор с Иваном Богатым в одном из предыдущих выпусков, где мы обсуждали дизайн стейблкоинов, и там, насколько я понял из этого разговора, если ваш стейблкоин, который вы хотите привязать к доллару, стоит дороже, чем доллар, то эта проблема решается очень просто. Вы просто печатаете денег, пока он не будет стоить доллар. А дальше мы долго-долго рассуждали, как сделать так, чтобы, если он стоит меньше доллара, как его привезти к доллару. Вот сейчас то, что вы описываете, мне как раз напоминает эту ситуацию, которая как бы простая. То есть у нас есть DAI, он вместо доллара стоит доллар 12. Казалось бы, нужно просто напечатать DAI так, чтобы он дальше стоил доллар. Почему так не было сделано? Для того, чтобы тебе напечатать DAI, тебе нужно заложить эфир в мейкер, который и так коллапсится, это слишком большой риск. То есть люди, очевидно, при таком рынке боялись класть свой эфир, чтобы напечатать DAI, который даже стоил больше, чем доллар. Для этого почему они боялись? Твой эфир в системе. Потому что они боялись, что цена продолжит, допустим, падать, и их, а так как прошли ликвидации по нулю уже в этот момент, они боялись, что систему может опять по нулю ликвидировать, и они потеряют весь свой залог. И в такой ситуации никто не готов был закладывать эфир, чтобы печатать свои DAI. Для этого был внедрен USDC. Это открытие новых позиций в момент, когда все, наоборот, пытаются закрыть свои старые позиции. Ну да, казалось бы, когда весь рынок идет в одну сторону, то идти против рынка, это, ну, как бы открывается возможность для арбитража, для зарабатывания денег. Покупать, когда все продают и так далее. Но это несет свой риск. Для этого как раз и внедрили USDC в качестве залога, так как стоимость USDC не падает, она всегда доллар. То есть можно было относительно безопасно открыть новые долговые позиции и напечатать это DAI, и тем самым закрыть этот арбитраж без большого риска для себя. Слушайте, а у меня вот еще такой вопрос касательно того, что вот Леша сказал, что закончилась ликвидность у DAI, и ты сказал, что вот на Uniswap там в худшие моменты было там доллар 12 за DAI, да? Но они откуда больше было взять только Uniswap? Ну, концептуально, то есть как вот сказал Сережа, у тебя есть две ситуации. То есть откуда можно взять DAI? Ты либо можешь его купить со вторичного рынка, то есть там Uniswap из какой-то биржи, либо ты его можешь напечатать на обе, то есть взять как бы у самого мейкера, но тогда тебе нужно закладывать эфир как залог. И вот на вторичном рынке DAI стал заканчиваться, а брать его у мейкера печатать, ну, мало кто рисковал, потому что ситуация была нестабильна. И поэтому, ну, то есть не то, чтобы он закончился в ноль, но как бы его было меньше, чем требовалось для того, чтобы там те же ликвидаторы продолжали свою работу, ну, и чтобы там люди могли адекватно спасать свои позиции. И в итоге сложилась такая ситуация, что плюс к этому добавилось, ну, тут сложно сказать, что к чему добавилось. Оба фактора повлияли. Первое, то, что не было ликвидности DAI. Второе, то, что были безумные комиссии. И в итоге среди ликвидаторов, в которых предполагается, что должно быть несколько десятков, там их осталось всего три. И они начали ставить ставки по ноль долларов за эфир. И поскольку других желающих поставить ставки не находилось, либо их транзакции просто не проходили, то эти ставки в итоге закрывали аукционы, и люди, по сути, бесплатно забирали эфир из мейкера. Вот скажите, я правильно понял, у меня сложилось какое-то ощущение из этого описания, что вот просто я видел в нескольких статьях, которые описывали этот прецедент, что якобы вот эти люди, которые забрали эфир по нулевой цене, якобы они, кавычка, взломали протокол, якобы это было преднамеренное действие. Но у меня как раз появилось ощущение, что это могло произойти и случайно, что они могли сами не ожидать, что вот так все сложится, что вот так вот вернется к ним удача. Это реферит к тому, что в этот момент было очень много транзакций дублирующих, то есть помимо того, что они отправляли свою транзакцию, они отправляли одинаковые транзакции с разных адресов, тем самым забивая все блок целиком от той транзакции по ликвидации. То есть они не давали другим транзакциям дойти до блока. То есть они искусственно дублировали эти транзакции так, чтобы они заплаковали весь блок. Одна доходит, у них прибыль, но при этом другие не могут протолкнуться. Я так понимаю, это просто гипотеза. То есть есть спекуляции на тему того, что сеть на самом деле эфира заспамилась не натурально, а что некоторые люди намерят генерировать очень много транзакций для того, чтобы заспамить сеть, для того, чтобы дать себе вот эту датвенточную систему. Но я так понимаю, нет какого-либо способа. Да, но это спекуляция пока. Слушайте, а если сравнивать эту ситуацию с кризисом в традиционной финансовой системе, то не мог ли Мейкер здесь сыграть роль центрального банка, который действует против рынка? Если, условно говоря, там все скупают доллары, то центральный банк их продает, чтобы удовлетворить спрос в рамках своих резервов. То есть предполагая, что у Мейкер Фаундейшн есть какой-то запас эфиров, наверное, они там как бы не бедствуют, могли бы они, наверное, залочить эти эфиры, выпустить дайв, чтобы рынку дать побольше ликвидности, сыграв таким образом роль регулятора этой системы? У них другой механизм в системе для этого зашлип. Они печатают, не свои эфиры закладывают, а они печатают новые Мейкер-токены, если у них ликвидности не хватает. Ну, собственно, что и произошло, когда возникла дыра в активах, им пришлось эту дыру закрывать выпуском своих токенов, которые, по сути, являются распиской на заработанные проценты по кредитам. Окей, то есть давайте сейчас подведем такой некоторый итог. В итоге вот этой безудержной ликвидации кто, условно говоря, остался с чем? То есть я так понимаю, что ликвидаторы вот эти самые, сколько, три, да, вот в итоге ликвидаторов всего было, да, они конкретно заработали. Люди, чьи позиции были ликвидированы с такой скидкой, очень сильно потеряли. Мейкер сам при этом тоже что-то потерял. Ну да, он потерял свою какую-то, свою часть, которую он должен был потерять. И из-за того, что аукционы прошли вот с таким багом, с нулевой стоимостью, эфир был отдан из, так сказать, из мейкера, и на рынке осталось какое-то количество дай, не обеспеченных эфиром, который остался у мейкера в закромах. Все верно, да? Да. Хорошо. Так, хорошо, с этим разобраться. Сейчас можно еще все-таки фоллоуап по этой части, чтобы окончательно уже разобраться. В дураках в итоге остался сам мейкер или те, у кого были открыты CDP, или и те, и другие? Просто пока, мне кажется, то есть хочется четко провести причинно-следственную связь между, во-первых, тем фактом, что были некоторые позиции, ликвидированные по цене гораздо ниже рыночной, и тем следствием, что в итоге система разбалансировалась. То есть можно ли построить такое логическое рассуждение, что рыночная цена была ноль долларов в какой-то момент, и позиции были ликвидированы при этой рыночной, в кавычках, цене? Где разбалансировка произошла по дороге? Ну, то есть смотри, с точки зрения пользователей, ну, отвечая на вопрос, кто потерял деньги, в первую очередь, это вот то, что возвращаясь, то, что мы с тобой, Сереж, обсуждали чуть раньше, то есть вот ты меня спрашивал, что происходит там, если кто-то, когда должен был ликвидироваться один эфир, кто-то согласился вместо этого ликвидировать за 0,8, что оставалось с оставшимися 0,2? Ну, на самом деле, они оставались у человека на позиции, и человек мог ожидать, что у него ликвидируется не весь его коллектор, а какая-то только часть его, а оставшись он заберет. В итоге, как раз в результате того, что коллектор он давал сейчас бесплатно, то, где в нормальной ситуации ты бы ожидал, что тебе все равно там останется, то есть вот там было заложено 200 эфиров, например. По идее, в нормальной ситуации у тебя бы там из него, не знаю, 150 эфиров ликвидировалось бы, чтобы закрыть твой долг, но 50 эфиров вернулось бы тебе, который бы ты успешно забрал. В результате такой рыночной ситуации ты потерял все свои 200 эфиров, то есть у тебя забрали весь свой коллектор, хотя при справедливом рынке у тебя должно было остаться какое-то существенное количество эфиров, потому что нормальная коллекторизация – это 150%, и потом, когда… То есть даже если ты попадаешь в зону ликвидации твоей CTP, предполагается, что ликвидируется не все, а ровно столько, чтобы закрыть твой долг, и все остальное остается тебе. В этом же случае получилось, что ликвидировались позиции полностью, и, по сути, все люди, у которых вот CDP попали в зону ликвидации, у них забрался весь коллекторал, вместо того, там, 75%, что произошло в нормальных условиях. У меня вот, знаете, какой еще вопрос возник? Вот мне просто не хватает немножко сейчас свободы в этой области, чтобы как-то самому эту мысль продумать до конца, поэтому я прошу вас помочь. Верно ли я понимаю, что это какое-то следствие того, что в этом протоколе аукционов, протоколе ликвидации через два аукциона, как будто бы не было предусмотрено ситуация, ну, что называется, network congestion. Ну, то есть, допустим, здесь там просто эфир начал падать, да, и все начали там срочно что-то выводить. А что было бы, если бы там, ну, там эфир, допустим, не на 50% упал, ну, там чуть-чуть упал, да, ведь если эфир чуть-чуть падает, тоже же там что-то ликвидируется все равно. Но при этом, допустим, какие-то криптокотики одновременно появились, и вся там сеть колом стала. Получается, что событие вроде кажется не такое прям, знаете, что можно списать на глобальный кризис там экономики, поэтому, извините, мы умываем руки, не такой большой величины. Но как будто бы получается, что тоже была бы, возможно, такая ситуация, что просто никакие транзакции не проходят, и поэтому, возможно, ситуация с несправедливой ликвидацией. Ну, тут скорее при рациональном рынке, опять-таки, то есть, да, если у тебя там цена транзакции растет в 100 раз, это означает, что... То есть, по сути, твое фи как ликвидатора, вот ту комиссию, скидку к цене эфира, которую ты получаешь, это как бы стоимость риска. Соответственно, если ты платишь 100 раз больше за комиссию, это автоматически увеличивает риск, что неизбежно привело бы к росту этой комиссии, которой были бы рисковать, но все равно при плюс-минус рациональном рынке и наличии какого-то там достаточного количества участников, там, может быть, если в среднем там все готовы были рисковать там до 5% скидки, это выросло бы до 20% скидки, но все равно при эти 20%, чтобы получить 20% дискаунта к цене эфира, люди были бы готовы, ликвидаторы были бы готовы ставить безумные комиссии, лишь бы протолкнуть свои транзакции и забрать их. Да, в текущем протоколе вот эта стоимость транзакций, по сути, при текущей модели аукциона перекладывается на пользователя, то есть если твоя позиция ликвидируется, когда сеть забита и ликвидация дорогая, то большая часть, у тебя будет просто больше штраф к твоему залогу, чем бы он был там при нормальной позиции, ситуации на рынке. Окей, кажется, я что-то понял. Давайте двигаться дальше. Что предпринял мейкер в этой ситуации? Как они решили разрулить сложившуюся ситуацию? Они решили ее разрулить, собственно, как и обещали, напечатав, выпустив дополнительно мейкер на рынок. Это был первый раз, когда у них такое произошло. До этого они весь мейкер продавали только инвестиционным фондам, а тут появилась возможность на открытом рынке его купить. В трех слове, что было разрулить? 50 тысяч долларов. Что? Я говорю, при минимальной ставке в 50 тысяч долларов. Раз там 50 было? Да, там лоты по 50 тысяч. Они до сих пор продолжаются, кстати. Они же закрыли уже все. Нет. А сколько еще осталось? Там нету конца. То есть там типа, ну, давай, я могу рассказать поподробнее. В общем, что они сделали тогда для того, чтобы закрыть это? Извините, пожалуйста, а можешь начать немножко сначала и рассказать, что вообще такое МКР токен и зачем он нужен? Вадим, я думаю, ты это можешь рассказать, я потом, может, про технические детали аукциона тогда расскажу. Хорошо. МКР токен – это был основной способ того, как Maker Foundation фондировала себя. То есть они продавали МКР токены венчурным фондам в основном. И что эти токены из себя представляли? Эти токены представляют возможность по сути получить процентные платежи по всем кредитам, которые выдаются в системе МКРа. Каждый раз, когда возвращается кредит, проценты по этому кредиту идут на выкуп токенов МКР с рынка и их уничтожение. Тем самым, каждый раз, когда возвращается кредит, чуть-чуть МКР токенов уходит с рынка. То есть общее количество МКР токенов на рынке уменьшается, есть система работы эффективная, и там много платежей по кредитам, то в какой-то момент все токи должны быть сожжены. Сейчас, давай вот, например, разберем. Опять-таки, если у меня была та самая позиция открыта на 100 долларов, если никакой ликвидации не произошло, и я просто там 100 долларов куда-то вложил, как-то ими попользовался, я хочу их вернуть, мне возвращаются не все 150 долларов в эфире, которые я заложил, а сколько-то меньше, не знаю, там, 145, скажем. А 5 долларов остаются, и происходит... Что происходит? На них мейкер автоматически покупает МКР токены и их сжигает. Правильно я понял? Не совсем. То есть тебе нужно будет вернуть не 100, а, к примеру, там, 101 доллар, и чтобы вернуть твои 150 долларов в эфире обратно. И 100 долларов пойдет просто, да, и уничтожится, а вот этот 1 доллар, он пойдет в общую копилку, и когда набираются платежи по кредитам, определенное количество, начинается аукцион, и можно, по сути, отдать контракту свои мейкер токены и получить за них DAI обратно. Тем самым мейкер токены сожгутся, а у того, кто их держал, на руках появится ликвидность в виде DAI. А, то есть, получается, значит, два вопроса или два уточнения. Если я взял 100 DAI когда-то, правильно ли я понял, что мне нужно еще где-то раздобыть один DAI, чтобы закрыть мою позицию? Да. Ну, интересно, позицию, по сути. То есть ты берешь под какой-то процент, у тебя капает процент, поэтому ты каждый раз должен вернуть чуть больше, чем ты взял. То есть там, если 5% годовых, означает, что через год ты должен вернуть 105 DAI, если ты взял 100 DAI. И второй вопрос, слэш уточнение, вопрос из разряда, правильно ли я понял, что эта схема, она, в общем-то, в каком-то смысле повторяет обычную, ну, там, компанию, у которой есть акции, по этим акциям платятся дивиденды. То есть МКР – это как моя акция, как моя доля в мейкере, я могу там купон оторвать, вам его отдать, а вы мне дадите часть прибыли, которую компания получила. Не совсем. То есть если бы это не дивиденды, по сути, потому что если ты держишь токен, то мейкеры тебе не будут приходить постоянно там какие-то платежи по ним. Но это похоже на то, как компании объявляют обратный выкуп своих акций. То есть мейкер – это, по сути, компания, которая сказала, что всю прибыль от нашей деятельности, которая является выдачей кредитов, и вот вся прибыль от выданных и погашенных кредитов будет отправлена на выкуп наших токенов с рынка. То есть дивидендных платежей нет, но так как большинство компаний на американском рынке последние пять лет отправляли большую часть своих прибылей на обратный выкуп, что положительно влияло на стоимость самих акций. Я, кстати, слышал об этом негативные отзывы в том ключе, что обратный выкуп акций, он повышает стоимость этих акций, но капитал не вкладывается в развитие. И, ну там, условный Boeing, который тратил прибыль на выкуп акций, вместо того, чтобы безопасные самолеты разрабатывать, а теперь он просит в очередной раз bailout от американского правительства. Может быть, это немножко примитивизированная точка зрения, но применимо ли такое рассуждение в ситуации с Мейкером? Может быть, им лучше было что-то и на развитие потратить? Или это к ним не относится, такое рассуждение? Это, скорее всего, Мейкер. Это, по сути, большой эксперимент. То есть это, возможно, мы придем к тому, что не все к схемам, когда часть будет прибыли отправляться на развитие самого протокола. Но так как смарт-контракты, смарт-контрактов нет сотрудников, нету каких-то затрат собственных. То есть куда им еще прибыль смарт-контрактов девать? Нет, надо понимать, что еще сам Мейкер, как Foundation, является огромным стейкхолдером самого Мейкера, и в случае чего они на открытом рынке сами же свои Мейкеры могут продавать, если им реально нужны деньги, что они не делают, но потенциально не всегда есть такая возможность. Но концептуально, да, как Вадим и писал, аналогия, мне кажется, отлично, что, по сути, это просто компания, которая 100% своей прибыли пускает на обратный выкуп, и, по сути, остальные Холтеры Мейкера получают эту прибыль как, ну, типа через продажу этих акций. Ну, хорошо, здесь с этим вроде более-менее разобрались, но ведь для того, чтобы, значит, начать, так сказать, печатание и раздачу новых Мейкер-токенов, Мейкеру понадобилось собрать голосование стейкхолдеров. Вот можете про этот момент рассказать, вот сколько это времени заняло? Мне этот вопрос кажется достаточно важным, потому что мне лично вот кажется, что такая ситуация, когда все вышло из-под контроля, все ломается, какие-то кошмарные потери терпят наши пользователи, и там, вместо того, чтобы там, условно, дернуть рубильник централизованно, ты должен, значит, всех собрать, со всеми договориться, проголосовать. Можете вот про этот момент рассказать? Мне кажется, что это один из ключевых, ну, так сказать, интересных пойнтов в этой всей ситуации. Мейкеру, да, для системы Мейкер построены на том, что по любым вопросам изменения ставок по кредиту, по депозиту, по каким-то важным решениям по обновлению протокола нужно собрать голосование владельцев Мейкер-токенов, но не обязательно собирать всех. То есть каждый раз, когда выдвигается какой-то пропозал на голосование, у него есть определенное время, которое, насколько я помню, Мейкер-фаундейшн выставляет со своей стороны, и за это время кто пришел, кто-то проголосовал, и уже считается по количеству проголосовавших как, собственно, как на референдуме. То есть в России на референдуме. Минимального порога нет при этом? Нет. То есть это, по сути, как на референдуме, на ближайшем референдуме в России, сколько человек придет, и как они проголосуют, так и будет решено. То есть это не выбор президента, где нужно какое-то минимальное количество. С темой исходится в приложении, что если это действительно важный вопрос, то это будет за... То, что голосует такое количество людей, насколько важен вопрос, и насколько это решение аффектит разных стейкхолдеров. Ну, то есть вот они, значит, собрались и проголосовали за то, чтобы как размыть свою долю и закрыть эту дыру с помощью размывания своей доли и печатью и раздачей новых мейкеров. И вот сколько они раздали, кому это вообще известно? Смотри, там сейчас они запустили, начиная с 19 марта, то есть чуть больше недели назад, в пятницу, открылся аукцион. И это, по сути, обратный аукцион, который работает следующим образом, что... И он будет продолжаться до тех пор, пока, собственно, не закроется дыра в ликвидности, то есть до тех пор, пока не вернется то обеспечение дыра, которое ожидается. И оно работает следующим образом. То есть открываются лоты по 50 тысяч дыров, и при открытии лота предлагается, что тот, кто этому лоту даст 50 тысяч дыров, он получит 250 мейкеров. И потом люди могут делать ставки, понижая количество мейкера, которое они готовы забрать, заплатив 50 тысяч дыров. И на самом деле это можно даже зайти на auctions.makerdow.com и прямо в реалтайме посмотреть, что происходит. Я вот сейчас буквально открыл, тут вот через полтора часа завершается один из лотов, и вот тот, кто поставил последнюю ставку, получит 167 мейкеров за 50 тысяч дыров. И, соответственно, если никто эту ставку не перебьет, то через полтора часа этот лот закроется, кто бы не поставил эту ставку, должен будет отдать 50 тысяч дыров и получит 160 мейкеров по цене 299 дыров за мейкер, а рыночная стоимость мейкера прямо сейчас 301. Ну, там довольно близко к реально-конечной стоимости. И таким образом такие лоты продолжают открываться, то есть вот уже аукцион идет 10 дней почти, ну и, соответственно, будет продолжаться, то есть новые лоты будут открываться, насколько я понимаю, до тех пор, пока дыра в ликвидности не закончится. И, соответственно, каждый раз, как только закрывается очередной лот, эти мейкеры просто печатаются, новые, и взамен на 50 тысяч дыров отдаются тому, кто забрал этот плат себе. Вот сейчас уже завершилось 104 лота по 50 тысяч дыров. Слушайте, а можем немножко вернуться на шаг назад к голосованию? Если голосуют держатели МКР токенов, известно ли, в каких долях эти токены распределены между разными сущностями? Потому что предполагаю, что мейкер фаундейшн довольно большую долю имеет, и, как вы уже раньше упоминали, что, когда проходило ICO, эти токены продавались в основном инвестиционным фондам. То есть, насколько это дезентрализованная криптоанархия, либо это, по сути, тот же самый boardroom voting, как в обычном стартапе, просто завернутый в такую блокчейн-токен-механику? Это скорее ближе к boardroom, только на заседании этого boardroom можно подключиться в любой момент по зуму и посмотреть, что там происходит. То есть, там достаточно, уже достаточно большое количество стейкхолдеров, мейкер фаундейшн и фаундеров, и фондов вроде Андрей Снафоровец, достаточно много МКРов, но, насколько показала практика сейчас, они воздерживаются от голосования и все-таки дают комьюнити определять судьбу этой системы. Какие там критерии завершения? То есть, при каком количестве голосов и при какой пропорции за считается, что решение принято? Я не помню конкретную деталь, но я знаю, что там есть жесткий таймлок по времени и в ходе этого любой может проголосовать. И вот эти все предложения можно вносить на уровне смарт-контрактов, вызывать вот эти пропозалы и некоторые пропозалы на то, чтобы они активировались, они раньше активизировались мгновенно, а сейчас есть лог на один день, что после того, как решение было принято, еще в течение одного дня можно прийти и большим количеством мейкер-токенов его отменить. Правильно я понимаю, что если решение не отменяется, то оно вступает в силу автоматически через смарт-контракты, то есть это не то, что мы проголосовали токеном, а потом какой-то блокчейн-инженер вручную нажимает кнопку и вводит новые правила в действие, что это автоматически происходит. Да, это автоматически происходит, то есть это либо какой-то параметр системы, либо это новые контракты, то есть они в само голосование зашито то, что будет там код или какой-то параметр, который вступит в силу. А известно, ну, наверное, известно, но как-то можем про это уже рассказать, в каких долях распределены мейкеры, как вот, знаете, измеряют централизацию майнинга, биткоина или эфириума, сколько самых больших сущностей вместе составляют больше 50%, вот, в терминах держателей МКР токенов известно ли, сколько топ-держателей составляет больше половины? На самом деле, это очень легко посмотреть, я вот сейчас первый поклонник, можно зайти на Этерскан, можно увидеть, что в Гавлиненс контракте сейчас заложено 25%, у Мейкер Фондейшна на Мультисиге 11,7%, у А610З, у фонда Дрисен Хоровиц почти 5%, то есть это уже в сумме сколько получается, 35-40%, ну и, соответственно, следующие три адреса, там 4, 3, 3%, то есть можно считать, что там 6 топовых адресов, но включая сам Гавлиненс контракт, в которых Мейкер заложен в каких-то пропозалах. Да, из любопытного на Юнисвапе заложено, то есть для ликвидности полпроцента Мейкера доступно для трейдинга на Юнисвапе, и еще одна деталь для каких-то решений больших, то есть там шатдаун системы, либо все, нужно все-таки собрать больше 25% голосов, то есть ни одна сущность, то есть Мейкер Фоундейшн, либо фонды не могут это по отдельности сделать, то есть там для очень важных решений все-таки есть трешхолд против 25%, который нужно все-таки собрать такой бордрум, чтобы это решить. то есть порог явки. Да. А на обычных голосованиях не настолько критических порога явки нет? Да, по всей видимости так работает. Я не помню, как дефицируется это, но вроде это при подаче пропоузов. Но в любом случае, сейчас это не полностью децентрализованная система, и у Мейкер Фоундейшн достаточно, то есть это сейчас описано правила игры, но они постепенно идут децентрализацией, то есть почти все зависит от Мейкер Фоундейшн в конечном итоге. Понятно. С этим мы разобрались. Вот, ну знаете, мне интересно, так сказать, интересен сухой остаток для всей экосистемы Мейкера. Я вот потому что там видел много мнений, в частности я тут подписан на рассылку Банклес, они там пишут вот круто, DeFi победоносно преодолел это испытание, качнулся, но не упал, там, ну вот какие-то такие вещи. И в целом люди очень так оптимистично на это все смотрят. Ну и тоже так, если глянуть на там какой-нибудь CoinMarketCap, ну там значит, ну напечатали лишних Мейкеров, ну вроде как на рыночной цене это как будто не особо сильно отразилось. Ну то есть действительно выглядит как будто стейкхолдеры не особо пострадали, ликвидаторы это уж тем более, вся система DeFi в целом относительно как будто индифферентно отнеслась к этому событию, то есть я не увидел каких-то как будто глобальных паник с этим связанных. Но мне интересно вот эти несчастные боруэры, которые потеряли свой залог. Им кто-нибудь вернул деньги или они так и остались за бортом этого несчастного случая и они сейчас все предпочитают не вспоминать. Предполагаю, что второе, насколько мне известно. Мне кажется, это очень мило, потому что сейчас все так радуются, как здорово, что мы преодолели этот кризис, а про кинутых людей вообще никто не вспоминает. О чем там... Сейчас это нормальная ситуация во времена любого кризиса, как бы в любом случае. Никогда не бывает так, что пострадавших нету. Просто вопрос, насколько их много. Я просто видел достаточно слезные там посты на тему того, что там как кто-то пытался ликвидировать свою позицию и не мог, так сказать, пробиться через Network Congestion и там писал ужасные слезные посты «Помогите, это мои там life savings! Что мне делать?» Нет, ну тут, наверное, мораль в том, что, как все любят говорить, не инвестируй то, что ты не готов потерять, потому что риски системы всегда есть, и, наверное, это просто... Если ты держал свои последние life savings на мейкере, ну, наверное, ты что-то делал не так. Ну, по сути, DeFi — это такая все еще песочница, большая, открытая, возможно, действительно, новая финансовая система для всего мира, и пока она повзрослеет и пройдет через все эти ошибки пройдет какое-то время. То есть в традиционной финансовой системе тоже совершались ошибки и в 2008 году, когда никто не считал риски на этих деривативах и тоже были пострадавшие, но потом вводятся новые правила улучшения. Единственное, что в децентральном финансе вводить улучшения гораздо быстрее, чем менять на уровне страны международного права целые куски законодательства. Я еще сейчас на самом деле вспомнил такой забавный факт, вот я сейчас спросил про пострадавших, про Network Concession и прочее, то, что на самом деле из-за того, что сеть была забита, то проблемы с тем, чтобы сапплайить цену, даже как мы вот раньше обсудили, то на самом деле мейкер ориентируется для того, чтобы понимать, ликвидировать позицию или нет, на цену эфира на Оракуле. И когда цена эфира начала очень резко падать и сеть была забита, то у Оракулов на самом деле тоже были проблемы с тем, чтобы предоставлять актуальную цену. И там были моменты, когда в течение нескольких часов, когда эфир уже упал до 130 вниз, на самом деле на Оракулах была устаревшая цена, которая по-прежнему говорила, что там эфир по 150. И на самом деле это спасло очень много позиций, потому что очевидно, они по фактической рыночной цене на самом деле должны были бы попасть в зону ликвидации, но из-за того, что цена на Оракулах тоже отставала и была выше реальной, часть позиций, которые были вот на этой грани, они на самом деле благодаря этому спаслись и не попали в зону ликвидации, хотя должны были бы при нормальных условиях, если бы Оракулах тоже не сбоили и соплаили актуальную цену на контракты. Четная ошибка. Но можно только порадоваться за людей, которых спасла эта неполадка. Хорошо. Но мне кажется, мы достаточно подробно разобрали вот этот инцидент с Мейкером. В контексте вот этого черного четверга все дискуссии, что я видел в интернете и в Телеграме, они обсуждают исключительно то, что произошло с Мейкером. Но ведь есть же и другие лендинг-протоколы, есть там, в частности, Compound, DoIDX, Avia. Там что-нибудь произошло? Вроде бы, казалось бы, все то же самое. У тебя там есть залог, у тебя падает стоимость залога, сеть забита. Почему с ними не произошло такой вот, такой схожей катастрофы? Повезло, наверное. В случае с DivideX, у них меньше капитала залочено, у них система чуть более эффективна с точки зрения оборотного капитала работает, то есть там меньше степени коллитеризации и позиции ликвидируются и ликвидируются в основном с самим DivideX, то есть там система видимо чуть более устойчивая была и она не была как раз вектором атаки. В этот день в черной четверке на DivideX наоборот было много активности, они побили все рекорды по объемам трейдинга, то есть люди ставили и в лонг, и в шорт, и тем самым учитывая, что на DivideX разноправленные позиции себя компенсируют, то есть там не нужно ликвидировать так много на открытом рынке и возвращать как раз вот эти ликвидность, потому что просто схлопываются позиции. Такие протоколы как Compound, они тоже подвержены такой же проблеме, как у Мейкера возникло, и они тоже будут работать над улучшением своих аукционов и всех этих механизмов в будущем, но в этот раз им пронесло. А другие ландинные протоколы как Каби, они по-прежнему растут, и вообще общие позиции DeFi проектов на DeFi пульсе сильно поменялись после этих событий. То есть много позиций у залоченного эфира было ликвидировано, кто в лонг стоял, в какие-то проекты наоборот больше капитала пришло, то есть очень быстро меняются лидеры проектов. То есть можно сказать, что вот этот такой удар он перепряхнул рейтинг вообще проектов и слабые там скорее пошли вниз, а сильные скорее пошли вверх. Ну, в период черного четверга и чуть за и чуть после объемы по трейдингу и на всех протоколах объемы в целом росли, то есть активность была во время волатильного рынка, больше людей использовали DeFi для трейдинга и для других активностей, но потом произошел спад и во всех проектах количество активных пользователей падает, то есть мы это на себе и на проектах как DeFi DX, на проектах как Argent и других протоколов замечаем по данным с чейна, но что мы заметили со своей стороны, то что после вот этой стрелки часть пользователей отфильтровалась, то есть их стало меньше, но при этом размеры сделок увеличились, то есть остались более такие core пользователи, которым действительно DeFi нужен и они готовы им пользоваться дальше. Сейчас, подожди, у меня два вопроса на самом деле, было, пока ты говорил, появилось. Первый, это вот, я хочу просто еще раз для себя уяснить, то есть правильно ли я понимаю, что Compound как будто просто повезло, что на него было меньше, и что у него просто было меньше денег в целом, там, наверное, крутилось, я сейчас посмотрел на DeFi Палс, там, в четыре раза меньше, там, в целом в нем залочено денег, чем в Мейкере, и, может быть, поэтому ликвидаторы были меньше заинтересованы, больше заинтересованы в том, чтобы выжать побольше с Мейкера, чем чтобы сколько-то поменьше выжать с Компаунда, или я неправильно понимаю этот момент? У Мейкера не все долги в DAI, то есть у Компаунда. У Компаунда. Ну и на самом деле вообще Компаунд сейчас мало кто использует как такой в первую очередь протокол, именно как, ну то есть у Мейкера единственное, собственно, его применение это печатать DAI и закладывать эфир, поэтому не имеет смысла класть деньги в Мейкер, если ты не печатаешь DAI, то есть не открываешь долговую позицию, ну потому что в этом собственно есть Кейс Мейкера, то время как у Компаунда все-таки другая аудитория, на самом деле многие рассматривают Компаунд как они просто закладывают деньги но ничего не одалживают и ну очевидно это бы не работало если бы вообще никто не одалживал, что определенным образом как бы намекает на то, что все-таки спрос есть, что какие-то люди деньги с Компаунда одалживают, но как Вадим начал говорить, то есть Компаунд работает с разными одалживают что-то с Компаунда, это совершенно не обязательно DAI, но это может быть там и USDC, и ETH, и много разных других активов, то есть он не настолько завязан конкретно на DAI, и поэтому, ну то есть ликвидации очевидно проходили везде, но я думаю, что на Компаунде просто было меньше проблем с ликвидацией, поскольку они не были все завязаны непосредственно на DAI, на которой закончилась ликвидность, потому что ликвидность там на USDC оставалась, поэтому позиции как бы спокойно ликвидировались, и ну из этого более спокойно просто прошло все. Ну а для маржин протоколов вроде там DVDX и прочего, ну они сами по своей природе более рисковые и подготовлены к вот этим частым ликвидациям, потому что у них там порог ликвидации сильно ниже, и на самом деле для DVDX она все такое больше замкнула на себя, и там вся система построена на то, что там постоянно кто-то проиграет, ну потому что это система маржин торговли, кто-то играет в лонг, кто-то в шорт, и там как бы куча ликвидаций, это нормальная ситуация, и что-то внештатное, потому что там все, кто играет в лонг, цена пошла вниз, там все сразу позиции погорели, те, кто там играют в шорт, наоборот, выиграли, оно как бы само себя балансирует за счет этого, то есть там не нужно какое-то огромное количество внешней ликвидности для того, чтобы закрыть, потому что на мейкере, по сути, все играют в лонг эфира в какой-то степени, ну потому что все обеспечение эфиром, все одолжены стейлкоины, в то время как на таких маржин платформах DVDX все играют в обе стороны, и поэтому да, но тем не менее на 12 марта на компаунде на 6 миллионов долларов было ликвидации и на DVDX на 5, то есть там ликвидации понятно, что ликвидации были везде, то есть если цена упала, неизбежно кто-то от этого пострадал, то есть как бы это вполне себе закономерно. Но они прошли просто в планном каком-то порядке без шоковых каких-то. Ну, в более планном, да, в формате потребления с мейкером, который просто не был готов. А второй вопрос у меня вот был, пока вот Вадим рассказывал про то, что вот там активно люди трейдили, лично мне, на мой дилетантский взгляд, кажется весьма контринтуитивным то, что кто-то хотел активно трейдить в момент, когда сеть стоит колом, и ты не понимаешь, когда твоя транзакция пройдет, какая там будет цена за сет. Можете немножко вот эту ситуацию для меня разобрать? Тут там Юнисклав, да? Это скорее, мне кажется, был комментарий про общее настроение рынка, то есть вот если даже вне контекста, то есть там сеть эфира была перегружена условно в течение 15-20 часов, где-то, насколько я помню. То, что просто говорил, Вадим, про общие трейдинговые активности, это там не обязательно про конкретно этот промежуток, скорее как более глобально, то есть как результат всех этих колебаний цены. Ну и на самом деле то же самое наблюдается на классических рынках, то есть там NASDAQ бил тоже рекорды по объемам несколько недель назад, Robinhood там вообще падал из-за того, что не выдержал нагрузки там в какой-то из понедельников, когда все резко начало обваливаться. И это окажется вполне закономерной ситуацией, что когда волатильность растет, трейдинговые активности сильно увеличиваются, потому что кто-то видит в этом профит, кто-то начинает паниковать и решает, ну нахрен, лучше все продам. Соответственно, за счет этого тоже общий объем увеличивается. И как бы это кажется вполне закономерным, что когда на рынках что-то происходит внештатное, то, соответственно, трейдинговые активности сразу повышаются в порядке. Поэтому DeFi тут не исключение, скорее, просто такая же закономерность, как и в случае с более классическими рынками. Понятно. Да, окей. Быстрый вопрос про ликвидаторов уже не в контексте текущих событий какого-то четверга, а в целом. Насколько вы согласны с такой точкой зрения, что рынок ликвидаторов становится все более и более конкурентным, и те возможные прибыли, которые можно извлекать оттуда, их уже сложнее и сложнее извлекать. Вот насколько вам кажется этот рынок приблизился к какому-то равновесному состоянию, где все прибыли уже забраны, где профессиональные игроки уже настроили своих ботов, и особо там ловить нечего. Или он еще такой диковатый, и еще там много потенциальной прибыли плавает. Из общения с теми, кто пытался ликвидировать, арбитраж DeFi, все жалуются, что конкуренция возрастает, то есть одни игроки, мы не так сеть открытая, когда ты отправляешь транзакцию, которая закрывает ликвидацию или арбитраж, ее может увидеть в моем пуле другой игрок и подсунуть опередить тебя подсунуть больше газ в эту транзакцию. То есть тем самым между ликвидаторами есть постоянная конкуренция, но рынок еще есть куда развиваться, и есть такое ощущение, что майнеры и ликвидаторы в какой-то момент это будет общий бизнес, потому что помимо того, что ты получаешь награды за блоки, ты можешь еще при необходимости блок формировать так, чтобы в него включать свои транзакции по ликвидации. То есть те, кто гарантирует работоспособность сети, будут гарантировать работоспособность и финансовая система в этой сети. Слушай, это же получается какой-то insider trading taken to the extreme. То есть получается те акторы, которые у нас по идее обеспечивают работоспособность самой инфраструктуры, то есть майнеры, они одновременно являются игроками на рынке и по сути они монетизируют свое это привилегированное положение, перехватывая чьи-то транзакции и решая в каком порядке их майнить, как их майнить и возможно даже не майнить их вообще, а просто фронтранить и составить свою аналогичную транзакцию. Они это могут делать, это не регулируется, но пока все-таки это два разных бизнеса и они пока, то есть майнеры еще не, не каждый майнер еще является ликвидатором. Есть уже компании, которые пытаются эти две активы совмещать, но пока большинство ликвидаторов просто воюют на уровне цены газа за транзакцию. Мне кажется, что у нас есть более еще большая такая штука, чем конкретная ликвидация, но скорее вообще любой арбитраж. Мне кажется, проблема более глобальная, чем конкретная ликвидация, просто ликвидация это на самом деле арбитраж в каком-то конкретном применении, потому что ты можешь получить что-то где-то дешевле, продать где-то дороже. И на самом деле там даже есть такие интересные боты, которые следят за транзакциями, и если они достаточно хорошо знают цены активов на вход и на выход, они пытаются и понимают, что на выходе получается больше, чем входит, они пытаются повторить и за фронтранить такие транзакции. Ну и это более интересная вообще, мне кажется, ситуация, чем конкретно в контексте ликвидации, если уже говорить про арбитраж и про то, что там майнеры или кто-либо еще могут делать на рынке. Ну такая ситуация, если возвести это все в максимум, то, что все арбитражные транзакции мониторятся, и между ними конкуренция, то это в итоге делает систему эффективнее, и в какой-то момент все арбитражи будут просто майнерами устраняться на уровне, в моментальном режиме, то есть каждый блок, любая неэффективность на рынке будет закрыта транзакцией от майнера. Ну в теории, как бы очевидно, что это какой-то такой абстрактный теоретический случай, когда все должно бы сойтись, но очевидно никогда не сходится, потому что есть много «но». Ну и собственно рынок как раз продолжает существовать до тех пор, там есть какие-то неэффективности, потому что если рынок становится совсем эффективным, то, кажется, и интереса в таком рынке уже особо нет. Хорошо, интересно за этим все наблюдать, но я перейдяку несколько в следующий вопрос уже из философской такой плоскости. Интересно было бы поговорить про риски, и мне кажется, опять-таки, эта ситуация, которую мы обсудили выше довольно подробно, показывает, что системы настолько сложные, как мейкер, а это все-таки, ну может быть, там, не вершина человеческой мысли и вообще не вершина сложности систем, которые люди разрабатывают, но это довольно нетривиальная конструкция с большим количеством двирующихся частей и акторов, которые как-то взаимодействуют. И, как показала практика, какие-то риски, они, может быть, были неочевидны разработчикам, или, по крайней мере, для них не предусмотрели каких-то защитных механизмов. Вот что вы думаете на тему того, современные сложные смарт-контракты, такие как мейкер, какие-то, возможно, нужны новые, придумывайте механизмы их тестирования, как разработчикам таких систем защищаться от подобных рисков, какие-то, может быть, технологии экономического моделирования здесь вступают в игру, то есть не просто проанализировать код на, не знаю, re-entrancy bug, а какой-то более глубокий анализ провести с большим пониманием того, ну экономической природы этих игр. Есть ли какие-то развития на этом фронте с точки зрения разработчиков? Есть компании уже, которые, по сути, проводят agent-based modeling на системах, отдельно протоколы взятые, и как протоколы между собой, то есть они тестируют разные стресс-сценарии, и, по сути, проводят моделирование экономики на уровне разных агентов, только в отличие от... Если применять эти модели к традиционной экономике, то там еще больше допущений нужно делать, а в случае с DeFi, там большинство правил забито в коде, и ты можешь, как бы, они себя точно поведут так, и тем самым эти модели можно устроить, наверное, скорее всего, чуть более точно для DeFi, чем для реальной экономики. Ну и да, как мне кажется, тут вообще правильнее сравнивать такие системы, как Maker, с точки зрения тестирования, нахождения багов и прочего, и скорее правильнее это сравнивать не с какими-то классическими программами, где там пишутся условные юнит-тесты, а скорее с какими-то стратегическими решениями, которые поднимают корпорации, то есть есть какая-то компания на каком-то рынке, и они тоже пытаются моделировать, какое там стратегическое решение должна принять та или иная компания в разных ситуациях, куда там пойдет рынок, в зависимости от этого они принимают какие-то решения, и мне кажется, вот такое моделирование И поиск багов, он скорее больше схож не с поиском багов в понимании каких-то компьютерных систем, сколько с прогнозированием какой-то стратегии, как в случае с какой-то реальной компанией, когда пытаются понять свои доходы и профиты на какое-то будущее. Да, интересно. Интересно подумать мысль, что, возможно, блокчейн-системы лучше подвержены такого рода формальному анализу, хотя бы потому, что у нас нету такого, знаете, бога из машины в виде федерального резерва или какого-то другого центрального банка, который в какой-то момент придет и скажет, мы вам тут выбрасываем ликвидность, потому что мы так решили. У нас все-таки, если есть аналогичного характера события, как то печатание мейкеров, их распродажи и так далее, все-таки это, наверное, хотелось бы надеяться, более формализованно и правила более четко обозначены и поддаются моделированию, наверное. Ну да, ну и сам сапплай того же эфира, в конце концов, он очень четко терминирован самим алгоритмом, собственно, консенсуса на уровне протокола эфира, и поэтому, да, в этом плане переменных, конечно, гораздо меньше, по сравнению с классической системой, где там сапплай того же доллара, ну, совершенно нечто неочевидное и непонятно каким законам подчиняющиеся. Да, отлично. Ну, еще один вопрос с моей стороны, из философских вопросов, Саша, потом я отдам тебе бразды, и ты еще пару философских вопросов задашь. Мне интересно послушать ваш прогноз относительно развития under-collateralized lending в эфириуме, потому что если сравнить, опять-таки, мир DeFi с традиционными финансами, все-таки в традиционных финансах обычно кредит не является переобеспеченным. То есть я прихожу в банк и получаю кредит на, не знаю, квартиру, на машину, без того, чтобы какой-то актив стоимостью больше, чем это потенциальная машина или квартира, в банк положить. Понятно, что для этого в традиционных финансах используется identity, кредитный scoring и подобного рода вещи, которые привязывают, как бы, мои качества как финансового агента к моей личности как, ну, к личности, как гражданина с паспортом, номер такой-то. Насколько подобного рода системы реализуемы на базе блокчейна, как вам кажется, и идет ли DeFi в эту сторону? Ну, на самом деле, то, что ты сказал, привел пример с квартирой, в данном случае твоя квартира и есть твой залог в каком-то смысле, потому что обычно у тебя есть предоплата, поэтому по факту твой кредит – это 80% стоимости твоего кредита с учетом того, что 20% ты уже заплатил, и твоя квартира является обеспечением твоего кредита на 80% стоимости. И в случае, если ты перестаешь его выплачивать, у тебя ликвидируется твоя квартира, и в этом случае, если смотреть на это с такой стороны, то это вполне себе обеспеченный залог. Ну, все-таки, когда я прихожу, у меня нету, если квартира стоит, не знаю, миллион долларов, я не прихожу с полутора миллионами изначально. Ну, у тебя все равно стоимость залога какая-то есть, и банк ее оценивает, и когда продают квартиры, их продают по нижней рыночной стоимости, но при этом, чтобы покрыть полностью кредит. То есть у тебя с дисконтом стоимость квартиры идет. И то же самое там кредиты на любые предприятия, когда завод какой-то берет кредит себе под производство, то там весь завод закладывается под этот кредит. Ну, например, если я беру кредитную карту в банке, то здесь, мне кажется, все прямолинейнее. Мне дают какой-то кредитный лимит, просто там, условно, спросив, где я работаю, сколько мне лимит. Ну, нет, да, это абсолютно правда. Это скорее такая возможность избежать прямого вопроса. Да, понятно, что в стандартной системе все-таки чаще всего кредиты действительно under collateralized, и это довольно хорошо работает. Мне кажется, ну, мое личное мнение, что в DeFi это возможно, но скорее не в таком прям явном виде, что ты приходишь ни с чем, и тебе дают какие-то деньги из ниоткуда, но скорее в формате какой-нибудь потенциальной прибыли. То есть в том вот формате, как мы обсуждали ранее, что мейкер, это на самом деле его стоимость, это там потенциальный какой-то доход мейкера, и потенциально можно там рассматривать какие-то более сложные сценарии, когда на самом деле ты можешь, даже если мейкер сегодня стоит меньше, но есть понимание, что там по каким-то экономическим соображениям он будет стоить больше, то, возможно, ты заложив мейкера на меньшую сумму сегодня, сможешь получить кредит в чем-то на большую сумму, чем, ну, понятно, что я пытаюсь этим сказать. То есть, когда есть какие-то ожидания, и исходя из этих ожиданий, может формироваться так, что текущая цена актива, которую ты закладываешь, ниже, ну, чем то, что ты получаешь взамен при определенных условиях. Ширина, может быть, если немножко переформулировать, если сейчас у нас в DeFi кредиты фактически обеспечиваются некоторым залогом будущей экономической активности, которая целиком происходит он-чейн, то есть вот конструкция с мейкером, мейкер как условный завод, который под обеспечение своего производства там может получить кредит, ну, возможно, не точно сейчас формулирую, но идея в том, что у нас есть какой-то бизнес, который оперирует полностью он-чейн, и поэтому мы эту логику можем на чейне прочитать и в чейне же выдать какой-то кредит. Вопрос можно переформулировать так, насколько вы видите потенциал связывания каких-то бизнесов, которые не находятся на блокчейне, привязка их к блокчейну с тем, чтобы моя экономическая активность вне блокчейна могла бы служить обеспечением моего кредита в блокчейне? Можно, с другой стороны, чуть подойду. Тебе никто не мешает сейчас делать, по сути, открыть кредитный бизнес на чейне. То есть ты можешь взять там капитал свой, к примеру, миллион долларов и выдать там много-много кредитов по 100 долларов в странах Африки. И при этом проводить скоринг оффчейн и смотреть, кто тебя возвращает, кто нет. За несколько итераций ты свою модель скоринга подобьешь, но при этом все проблемы связаны с отправкой денег, выдачей кредита и так далее. То есть весь цикл у тебя будет на блокчейне, и у тебя стоимость обслуживания этой системы будет сильно меньше, если бы ты открыл традиционный банк. То есть просто еще здесь вопрос в том, что еще никто не готов выбрать на себя риск и использовать эту инфраструктуру для решения текущих задач. Но никто не мешает уже начать выдавать такие кредиты. Мне, на самом деле, в этой системе даже нравится то, что это позволяет, на самом деле, когда есть какие-то локальные гаранты, у которых есть какая-то юридическая сила, они могут выдавать кредиты у себя в регионе. Например, Сережа сидит у себя в Лексенбурге, и он подчиняется какому-то местному законодательству. И потенциально ты мог бы заключить договор с какой-то местной компанией, которая в случае чего может пойти с тобой судиться. Но при этом эта компания могла бы использовать какую-то ликвидность, которая бы... Ну, то есть она выступила бы гарантом, то есть она бы заложила свою ликвидность как гарант того, что в случае чего они пойдут забирать твои деньги, но при этом сами деньги тебе даст кто-то, не знаю, условные штаты, у кого нету какого-то прямого рычага воздействия на тебя. И то есть если есть какие-то локальные гаранты, которые связывают через какую-то юридическую силу, то потенциально они могут выступать за тебя гарантом, чтобы кто-то другой тебе дал кредит, а уже сами будут с тобой разбираться в случае, если ты этот кредит решил им возвращать. И это, кажется, просто может оптимизировать рынок в том плане, что там есть страны с очень слабой экономикой, там вроде Аргентина, где проценты под кредит огромные, в то время что есть страны, где Европа, где отрицательные ставки на депозиты, и потенциально, если бы кто-то в Аргентине готов был поручиться за кого-то, кому нужны деньги в Аргентине, а кто-то в Европе под поручительство того человека в Аргентине мог бы выдать кредит, то это бы просто сбалансировало вот этот огромный дисбаланс тем, что в Европе там негативные ставки на депозиты, а в Аргентине 50% интерес на долги. Ну а сама облачная система просто выступала бы как такой уровень settlement с учетом вот этих промежуточных гарантов, которые могут поручиться за кого-то. Не знаю, насколько я хорошо это писал, но я пытался. Ну общая идея, пожалуй, понятна. Просто интересно размышлять о том, насколько традиционная финансовая система, которую можно много за что ругать, тем не менее она в каком-то смысле эффективна, именно потому что она опирается на государственную identity, на механизм enforcement со стороны судов и прочего, и в тех странах, где это построено хорошо, и где есть сильная юридическая традиция и уважение прав в собственности, там это обеспечивает хорошую эффективность капитала, как в Соединенных Штатах, например. Вот насколько эта схема может быть перенесена в блокчейн, как-то совмещена с блокчейном? Ну вот мне кажется, проблема в том, что она очень изолирована. То есть как бы наличие того, что есть хорошее юридическое право в стране не обязательно является гарантом того, что в этой стране тоже хорошая экономика, и что там типа ставки по кредитам там низкие или высокие. То есть это скорее такие не скоррелированные вещи. Ну они скоррелированы, но как бы не совсем на 100%. И поэтому как раз мне кажется, что вот та схема, которую я пытался описать, она может просто позволить заскелиться. То есть до тех пор, пока ты живешь в той классической системе, она работает эффективно, она работает в рамках какой-то одной конкретной юрисдикции, в то время как, пытаясь использовать блокчейн как сеттлмент, через вот такого рода поручительство, кажется, можно пытаться эту эффективность как бы кросс-граничную попытаться построить. То есть, по сути, можно, если эта система будет работать, то между, по сути, межграничное движение капитала, на которое сейчас задавлено тем всеми IML, KYC и кучей регуляций различных, по сути, она может упроститься, потому что все играют по одним правилам, все прозрачно, любая транзакция видна, и капитал просто, если мы договоримся, общий консенсус в обществе будет то, что окей, капитал движется свободно, но все прозрачно, и все это видят. Если к этому придет, то просто система станет эффективнее, то есть это будет гибрид уже децентрализованной и централизованной системы, и каждый будет за свою часть отвечать. То есть на местах будет централизованной, потому что они могут просто эффективнее работать. А на вот этом уровне, где никто ни с кем не может договориться, между государством будет централизованной, где будут все равны, и на этом, скорее всего, все и сойдутся. Спасибо. Ну, я думаю, мы уже достаточно много времени все обсуждаем. Я, наверное, хочу двигаться к завершению. И я хотел бы, наверное, задать последний вопрос, такой тоже немножко озирающий, так сказать, поле боя, усыпанное костьми. Вот мне с моей колокольни показалось, что весь этот движ для экосистемы DeFi прошел как будто бы очень легко, очень незаметно. То есть у меня даже появилось ощущение, что из-за всех этих, всего этого насыщенного, но основу фона, знаете ли, из-за вот этих взломов с использованием Flash Loans, из-за вот этого инцидента с Мейкером, как будто больше людей просто слышат про DeFi постоянно, больше людей думают, что это такое, дай-ка все-таки пойду разберусь. То есть у меня такое ощущение сложилось, что эти все события, они, может быть, даже, если так вот можно как бы было бы посчитать, что они работают как пиар-повод, который, может быть, стоит тех денег, которые были потеряны во время этих инцидентов, ну, для всех участников этой экосистемы. Вот как вот вам, вот вы, вот Zerion, вы делаете там интерфейс для людей, вот как вам показалось, вот больше людей стало, меньше людей, что стало с их активностью? Как я уже говорил, после всей этой встряски все-таки активность подспала на рынке, то есть можно сказать, что люди наигрались на этих горках, и сейчас такая скорее затишье, причем это на всех протоколах наблюдается, и общий объем операций со мной подрос, то есть использую. По-прежнему DeFi это еще не для масс-маркета, но для таких игроков, которые понимают, что делают, что они хотят трейдить, зачем появилось больше инструментов, можно лучше риском своим управлять. То есть DeFi развивается, это, не знаю, насколько хорошие PR-поводы, что в экспериментальной системе только что украли 5 миллионов долларов, насколько это добавляет кредитабилити всем, но если смотреть в долгую, то чем больше шишек соберем, пока система маленькая, тем лучше будет потом, потому что если бы в системе был триллион, и украли там 50 или 100 миллионов, это, наверное, было бы все-таки чуть более драматично. Понятно. У меня больше нет вопросов. Сереж, у тебя есть какие-то вопросы? Нет, я думаю, все довольно хорошо осветили. Спасибо большое вам, ребят, за то, что пролили свет на зачастую нетривиальные аспекты развития DeFi. Спасибо. Да, и в конце каждого нашего выпуска мы обычно спрашиваем у гостей, если им что прорекламировать, о чем объявить, но прежде чем ребята что-то прорекламируют и объявят, я сам хочу объявить такую вещь, что Вадим и Алексей являются выпускниками высшей школы экономики, и в настоящий момент в высшей школе экономики объявлен конкурс на вроде как-то самые успешные выпускники, что ли, вот, поэтому если хотите поддержать ребят, в шоу-ноутах будет ссылка, там можно пройти и проголосовать за Вадима и Алексея, чтобы они стали самыми успешными выпускниками высшей школы экономики. Да, ребят, передаю вам слово. Если вам есть что прорекламировать или что объявить, то сейчас самое время. Ну, я думаю, тогда, Леш, расскажи про DeFi SDK, для чего он нужен, и, может, разработчики, чтобы поиграли с этим. Ну, на самом деле, да, я тогда могу прорекламировать одну штуку, которую мы как раз недавно зарелизили, на самом деле мы ее даже публично пока не анонсировали, но вот на этом нашем пути упрощения доступа к DeFi, на самом деле, помимо того, что мы строим клевый интерфейс, который позволяет обычным пользователям пользоваться всем этим DeFi, мы недавно разработали свою унифицированную систему контрактов, которая, на самом деле, позволяет разработчикам тоже в удобном и унифицированном виде взаимодействовать со всеми этими DeFi протоколами, и это все оппенсорсная штука, которую мы залили на GitHub. Я думаю, ребята тоже могут приложить ссылку на этот репозиторий, и будет очень здорово, если кто-то сможет поиграться с этими контрактами, возможно, что-то законтребьюзировать, возможно, просто поставить лайк на GitHub, а возможно, даже запилить какой-то продукт, используя эти контракты, потому что эти контракты, на самом деле, позволяют удобно взаимодействовать со всеми этими DeFi протоколами. Мы сейчас там обсуждали Maker, Compound, там есть еще десяток других протоколов, и, на самом деле, со всеми ими очень сложно взаимодействовать, по той причине, что они все там сработаны в разные компании, нет никаких стандартов, и для того, чтобы где-то интегрироваться с конкретным протоколом, тебе нужно сначала недельку посидеть и покурить, и разобраться, как вообще этот протокол работает. Мы же попытались разработать некий свой стандарт в аналогии, как там вот есть ERC-20 для токена. Там неважно, кто запилил токен, но ты примерно знаешь, что у него есть стандартный интерфейс, через эту функцию ты можешь узнать там баланс и так далее. Вот мы запилили очень похожую штуку для DeFi протоколов, где ты тоже через стандартную функцию можешь узнать, сколько у меня залочено денег на Maker, сколько у меня залочено денег на Compound, не обязательно разбираясь с тем, каким именно образом работает Compound или Maker. И нам это кажется, что это как раз позволит большему количеству приложений появляться на рынке, которые как раз будут интегрировать в себя все эти DeFi протоколы, потому что это делает это легче. Ну и на самом деле это здорово, то есть мы хотим создать какой-то открытый стандарт, от которого, кажется, в итоге станет легче всем. Круто, звучит очень хорошо. Спасибо. Ну все, наверное, будем двигаться к завершению. Я хочу сказать огромное спасибо Вадиму и Леше за то, что они с нами провели эти незабываемые часы. Спасибо вам, спасибо Сереже, что был со мной на эфире. Спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь на BCBlog Radio во всех социальных сетях, рассказывайте друзьям. Обязательно заходите к нам в веб-чат, в Телеграме. Это мое любимое блокчейн-сообщество вообще. И поддерживайте нас на Патреоне. И давайте я вам скажу очень важный момент. Спасибо большое нашим спонсорам, компании Zerion. И большое спасибо компании HODL за то, что нас поддерживают. Всем пока. Спасибо, ребят. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok